Лекция по Шимадбхагаватам, песня 1, глава 8, текст 27, Лос-Анджелес, 1973 год. О богатство материально нищих, я склоняюсь перед тобой. Ты не имеешь никакого отношения к действиям гун материальной природы и их последствиям. Ты черпаешь удовлетворение в самом себе, и потому ты самый умиротворенный, и ты господин манистов. Нама Акинчина Виттая Материально нищий. Это характерный признак преданного. Тот, у кого в материальном мире нет ничего. У него просто есть Кришна. Это Акинчина Витта. Акинчина значит тот, кто утратил все материальное имущество. Ибо пока у вас есть хотя бы малейшее желание, я хочу вот таким способом стать счастливым в материальной жизни. Вы будете вынуждены получать материальные тела. Природа настолько любезна, что каким бы образом вы не хотели наслаждаться этим материальным миром, она даст вам подходящее тело, следуя повелению Господа, поскольку Господь пребывает в сердце каждого. Поэтому Он знает все, что вы все еще желаете чего-то материального. Он даст вам. Да? Возьми. Кришна хочет, чтобы вы на своем опыте окончательно убедились, что невозможно стать счастливым с помощью материальных достижений. Это забота Кришны. Это полная свобода. Хотя у нас есть незначительная доля свободы из-за того, что мы неотъемлемой части Кришны. Кришна обладает полной свободой. Но у меня тоже есть это качество свободы, потому что я неотъемлемая часть Кришны. Химический состав. В капле морской воды тоже есть немного соли. Хотя ее нельзя сравнить с солью, которая находится в море. Но как химическое соединение, соль находится там. Таково наше понимание. Все, что у нас есть в незначительном количестве, все это сполна присутствует в Кришне. В полной мере. Например, Кришна говорит «Мриттю сарва хараш чагам». «У нас есть склонность брать чужие вещи». Можно сказать, что это воровство. У нас есть такая склонность. Почему? Потому что у Кришны она есть. Кришна известен как воришка масла. Эта склонность проявляется изначально в нем. Поэтому не будь этой склонности в нем, откуда бы она появилась у меня. Но воровство Кришны отличается от моего воровства. Из-за того, что я осквернен материей, мое воровство отвратительно. Тогда как то же воровство на духовном, абсолютном уровне настолько прекрасно, что оно доставляет наслаждение. Мать Яшода наслаждается воровством Кришны. В этом разница. Материальная и духовная, любая духовная деятельность, благо, а любая материальная деятельность, в конечном итоге зло. В этом разница. Здесь так называемая мораль, добродетель, все это плохо. Но в духовном мире даже так называемая безнравственность также является благом. Вам нужно это понять. Например, танцевать с чужими женами посреди ночи безнравственно. Все это знают. По крайней мере, в ведической цивилизации это не разрешалось. Молодая девушка идет к молодому парню глубокой ночи, чтобы танцевать с ним. В Индии такое никогда не позволят. Это до сих пор запрещено. Но мы узнаем, что все глопии, едва заслышав флейту, немедленно пришли. С материальных позиций это безнравственно. Но в духовном понимании это высочайшая мораль. Читание Махапрабху говорит, нет лучшего поклонения, чем то, что было явлено в Раджаваду девушками Вриндавана. Читание Махапрабху было очень строго в отношении женщин, будучи семейным человеком. Он никогда не шутил с женщинами. Он был большим шутником. Но только с мужчинами он никогда не шутил с женщинами, нет. Может быть, только однажды он пошутил со своей женой, Вишнуприей. Когда Шачимата что-то искала, он просто шутливо сказал, может, твоя невестка взяла это. За всю его жизнь это единственная шутка. В остальное время он был всегда очень строг. Когда он был саньяси, ни одна женщина не могла подойти к нему близко, чтобы предложить поклоны. Они клонялись издали. Но он говорит, что нет лучшего примера поклонения, чем тот, которому следовали в Раджа-Вадху. И как же они ему поклонялись? Единственным их желанием было любить Кришну любой ценой. Поэтому это не безнравственно. Нам нужно это понять. Все это вопрос отношений. Подобно Прохладу Махараджу, Прохлад Махарадж стоит, а его отца убивают. Разве это соответствует нормам морая? Хотели бы вы видеть, как в вашем присутствии убивают вашего отца, и вы стоите рядом, и вы не возражаете. Разве это этично? Никто не согласится, что это этично. Но так произошло на самом деле. И ранее Кашипу убивали. Есть такое изображение, а Прохлад Махараджа пытается надеть гирлянду на убийцу. «Мой дорогой Господь, убийца, возьми эту гирлянду. Ты убиваешь моего отца. Ты очень хороший». Это духовное понимание. Никто не позволит, чтобы... Если вы не можете защитить своего отца, вы должны протестовать, вы должны кричать. «Убивают моего отца! Быстрее, быстрее на помощь!» Нет. Он приготовил гирлянду. И когда отца убили, он сказал Нарисимхадеву, «Мой дорогой Господь, теперь мой отец убит, и все счастливы. Теперь умерь свой гнев». Все только счастливы. Он произнес именно это слово. «Садху, святой человек, никогда не одобряет убийство. Никогда. Даже животного. Садху не одобряет. Зачем убивать животных? Таков садху. Но Парлан Махарадж говорит, «Садху, святой человек, также доволен. Когда убивают скорпиона или змею, они тоже живые существа? Садху не может спокойно смотреть на то, как убивает живое существо. Но Парлан Махарадж говорит, даже садху доволен, когда убивают змею или скорпиона. А мой отец подобен змее или скорпиону. И он убит. Поэтому все счастливы. Такой демон, который просто приносит беспокойство, преданный, такой демон, очень опасен. Поэтому, когда убивают такого демона, даже святые люди довольны, хотя святые не хотят, чтобы кого-то убивали. Кришна является Акинчана Битта. Итак, Кришна является Акинчана Битта для того, кто лишился всего материального. Кришна — единственное утешение. Поэтому Кришна настолько добр, что, если кто-то желает материального процветания, и в то же время хочет стать преданным, это утверждается в Читане Чаритамрите, кто-то стремится ко мне, но в то же время он желает материального процветания. Он глупец. Он глупец. Поэтому люди очень боятся приходить в сознание Кришны. «О, моему материальному процветанию придет конец!» А они не хотят этого. Как правило, они ходят в церковь, в храм, ради материального процветания. «Боже, дай нам хлеб наш насущный!» Это материальное процветание. Или дай мне то, «Дай мне это!» Но они тоже считаются праведными, потому что они пришли к Богу. Атеисты не приходят. Они говорят, «Зачем мне идти к Богу?» «Я сделаю себе сам состояние. С помощью развития науки я буду счастлив». Они душ критина, наиболее греховные, те, кто так говорят. «В своем процветании я полагаюсь на собственные силы, на свои знания». Такие люди – душ критина. Но тот, кто думает, что мое благосостояние зависит от милости Бога, тот благочестив. они благочестивы. Потому что, в конце концов, без согласия Бога ничего нельзя достичь. Это факт. Есть такое утверждение, что мы открыли так много способов противодействия или уменьшения наших страданий, но если они не одобрены Богом, они не возымеют действия. Можно так продюстрировать это. Например, вы открыли прекрасное лекарство и нашли высококвалифицированного врача. Это хорошо. Но когда человек заболеет, спросите у врача, «Можете ли вы гарантировать, что этот больной выживет?» Тот всегда скажет, «Нет, я не могу дать такой гарантии». Я сделаю все от меня зависящее, не более того. Это значит, что решение принимает Бог. «Я всего лишь инструмент. Если Бог не желает, чтобы вы жили, то все мои лекарства, все мое научное знание, знание медицины не помогут». В конечном итоге все происходит по воле Кришны. Эти глупцы не знают, поэтому их называют мудха, негодяи. Все, что вы делаете, замечательно, но в конечном счете, если это не одобрено Богом, Кришной, то все это обречено на провал. Они не знают этого, поэтому они мудхи. А преданный знает, опираясь на получение разума, я могу попытаться стать счастливым, но если Кришна не позволит этого, у меня ничего не получится. В этом разница между преданным и непреданным. Итак, Кришна говорит, «Каждый, кто пытается прийти ко мне, стать сознающим Кришну, и в то же самое время хочет стать счастливым с материальной точки зрения, такой человек не очень разумный». Это означает, что он теряет зря свое время. Наша главная задача — стать сознающим Кришну. это основная задача человеческой жизни. Но если мы растрачиваем время на улучшение материальных условий и забываем воспевать, то это потеря, великая потеря. Такая мошенник, Кришна говорит, «Ами бигго тарекяно биша и дибо». Итак, этот мошенник просит у меня материального богатства, занимаясь преданным служением. Зачем мне давать ему материальное богатство? Лучше-ка я заберу все, что у него уже есть. Да. Тут нет смеха, когда у нас все забирают, мы становимся очень угрюмами. Но таково испытание, это заявляет сам Кришна, Юдхиштхири Махараджи. Юдхиштхири Махараджи косвенно спросил Кришну, «Мы полностью зависим от Тебя, но все равно мы так страдаем с материальной точки зрения, нас отняли царство, опорочили нашу жену, нас пытались сжечь в доме». И Кришна сказал, «Да, это мой первоочередной долг. Если я особо благосклонен кому-то, я лишаю его всех источников дохода. Очень опасно. Да. В этой связи у меня есть практический опыт. Это особая благосклонность Кришны. Я не хочу рассказывать, но это факт. Это факт. Когда мне было 25 лет, мой гуру Махарадж приказал мне, «Иди и проповедуй». Но я подумал, «Сначала нужно разбогатеть, а потом я буду использовать эти деньги для проповеди». Так это длинная история. У меня появилась хорошая возможность стать очень состоятельным бизнесменом. И один астролог сказал мне, что ты должен был стать таким же, как Бирла. Так у меня были возможности, хорошие возможности. Я был управляющим на большой химической фабрике. Я основал свою фабрику. Дела шли очень хорошо. Но затем все развалилось. Я вынужден был исполнять наставления моего гуру Махараджа. Когда всему пришел конец, я обратился к Кришне. Ты единственный. Поэтому Кришна — это Акинчана Витте. Когда всему материальному богатству приходит конец, и сейчас я понимаю, что я не потерял, я лишь обрел. Я только обрел. Это факт. Поэтому потерять материальное богатство ради Кришны — это не потеря, это величайшее приобретение. Поэтому здесь говорится Акинчана Витте. Когда человек становится Акинчаной, без собственности, всему приходит конец. Тогда Кришна становится единственным сокровищем такого человека, потому что он преданный, как говорит Наратамдастакур. Ахапрабху нанна-сута, бришавхану-сута-жута, коруна-караха-эйба. Нараттама-даса-ква-хе на-тхели-о-ранга-пая туми-бина-кэ-я-чэ-яма. Такое положение, которым мы говорим, Кришна, у меня нет иных притязаний, кроме Тебя. У меня нет ничего, нет собственности. Поэтому не пренебрегай мною, ибо Ты единственное, что у меня есть. Это замечательное положение. Когда мы не зависим ни от чего материального, просто зависим от Кришны. Это наилучшее положение в сознании Кришны. Поэтому к Кришне обращаются Акинчана-виттая. Когда человек становится материально нищим, тогда Ты единственное богатство. В результате, когда человек принимает Тебя как единственное, что у него есть, он тут же освобождается от влияния материальной природы. Это значит, что он немедленно возвышается до уровня трансцендентного, абсолютного положения. Акинчана-виттая-ни-битта-куна-виттая-атма-рамая. Тогда он становится счастлив с Тобою, поскольку Ты — Кришна. Ты счастлив сам с Собой, поскольку тело Кришны, и Он Сам — суть одно. Он — это просто Он, душа. Сейчас у нас есть это тело и наше Я. Я — сущность, но у меня есть еще и тело. Но когда мы по-настоящему начинаем зависеть от Кришны, то поскольку Кришна — Самоудовлетворенный, мы тоже можем стать удовлетворенными с Кришной. Философы Майавади, манисты, хотят стать едиными со Всевышним. Так как Всевышний удовлетворенный в себе, они также хотят быть удовлетворенными в себе, став едиными со Всевышним. Наша философия та же, Кайвалья, но мы зависим от Кришны. Мы не становимся едиными с Кришной. Когда мы просто соглашаемся поминоваться воле Кришны, если нет разногласия, то это и есть единство. Эти философы Майавади думают, зачем мне сохранять свое индивидуальное, независимое существование, лучше слиться. Это невозможно. Потому что мы созданы, не то что созданы, а с самого начала. Мы являемся неотъемлемыми частицами. Мы отделенные, неотъемлемые частицы. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, «Мой дорогой Арджуна, ты и я, и все находящиеся на поле битвы, мы были индивидуальными личностями в прошлом. В настоящее время мы индивидуальные существа, и в будущем мы останемся индивидуальностями. Мы все индивидуальны. Не тянете нам, чита наш, чита на нам. Он верховный нитей, высшая живая сила среди многих бесчисленных живых сил. Мы джива, бесчисленные. Ананта. Невозможно сосчитать, сколько нас. И эти ананта бесчисленные живые существа. И Кришна тоже живое существо, но он главный в этом разнице. Как, есть лидер. Он один, а последователей много. Так же и Кришна это высшее живое существо, а мы подчиненные, зависимые живые существа. Такова разница. Мы можем понять нашу зависимость. Если Кришна не даст нам пищи, мы будем голодать. Это факт. Мы не можем ничего произвести. Итак, Кришна поддерживающий, а мы поддерживаемые. Поэтому Кришна должен быть господином, а мы подчиненными. Таково наше естественное изначальное положение. Поэтому ложное желание господствовать в этом материальном мире это иллюзия. От этого нужно избавиться. От этого нужно избавиться. Мы всегда должны стараться занять подчиненное положение по отношению к Кришне. Это успех жизни. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Игорь Негода. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . . . . Спасибо. . . Спасибо. . . . . .